Время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. В советские времена, начиная с 30-х годов, генетика как наука была запрещена, а генетики преследовались. В социалистической стране утверждалось, что ее граждане не могут иметь наследственных болезней, а разговоры про гены человека расценивались как основа расизма и фашизма. Более полувека спустя представления о генетике, как о медицинской науке и ее роли в жизни человека, конечно, изменились, но генетический анализ, наследственные и хромосомные болезни еще являются темным лесом для простого человека. И такие процессы, как планирование беременности и консультация у врача-генетика, страшат многие семейные пары, которые хотят завести ребенка или уже находятся на этапе беременности. Вот с этими страхами и будем сегодня разбираться. Знакомьтесь, пожалуйста, у нас в гостях представители медицинской компании «Мать и дитя» ИДК, заведующий отделением генетики Алексей Щелочков, врач-акушер-гинеколог Лариса Судакова. Здравствуйте. И мы сегодня пригласили, чтобы не быть голословными, пациентку, женщину, которая ждет ребенка. Это Елена Люкшина. Добрый день. Добрый день. Как мне кажется, женщина, которая ждет ребенка, это совершенно особая женщина, это особое состояние, особый склад ума. И плюс к этому это еще и увеличение каких-то внутренних наших страхов. Я ошибаюсь? Да, я думаю, что вы не ошибаетесь, совершенно правы. И каждая будущая мама, безусловно, в первую очередь, больше всего переживает за малыша, которого вынашивает. Я здесь не стала исключением, тоже переживаю и, безусловно, готовилась к этой беременности, ее планировала, когда все получилось. Конечно, единственное желание, чтобы все было хорошо у того маленького существа, который в животе уже есть. На этапе, когда женщина встает на учет уже по беременности, ей сразу же полагается сдать множество различных анализов. Наверное, кстати говоря, Лен, это первый ребенок? Это вторая моя беременность, более осознанная, как я уже сказала, которой я готовилась, планировала. То есть, есть уже определенный опыт, есть уже с чем сравнивать. Вот как много анализов уже было сдано и что было сдано вот прям сразу на первых этапах? Как только я встала на учет по беременности, сразу же мне назначили анализы, безусловно, это крови. Достаточно много, я их не перечислила, не являясь медиком, конечно, все это не запомнишь. Анализы мочи в определенном сроке прошла, УЗИ. Ну, если в целом обобщить, то, конечно, самый первый триместр, он такой очень насыщенный на анализы, потому что женщину в первую очередь маму обследуют на возможные какие-то предпосылки к заболеваниям, не дай бог, конечно. Поэтому анализов и исследований было очень много. Но я думаю, вот врач-акушер-гинеколог более подробно сможет рассказать, потому что для будущей мамы это все такая одна большая картина. Помню, что ходила, сдавала. Вот как раз вопрос к врачу-акушеру, Лариса Александровна. На первом этапе, я уверена, что если придешь в разные клиники к разным врачам, то всего скорее и анализы будут назначены разные. Ну, на самом деле, Елена пришла к нам, будучи встав на учебы женской консультации. Так поступают очень многие женщины, которые, например, отдалены от дома, например, приезжают к нам со всех близлежащих районов, у них нет возможности наблюдаться постоянно в нашей компании. Естественно, мы рассматриваем все обследования, которые привозит женщина к нам. То есть она приходит к нам с обменной картой, с результатами своих обследований. Мы уже, может быть, из дополнительных анализов что-то можем предложить женщине. Вот. Большинство пациентов, вот и Елена в том числе, все-таки делают упор на медико-генетическое обследование. То есть женщины все грамотные, все много изучают литературу, интернет, все боятся каких-то пороков, патологии развития. Это, к сожалению, достаточно актуально не только у нас в городе, но и по стране. Соответственно, вот биохимический скрининг, которому уделяется сейчас большое внимание, он как раз и направлен на исключение вот этих страшилок. Вот. Лена у нас в 11-13 недель сначала прошла первое обследование, потом она же его повторила в 15-16 недель. Слава Богу, у нас тут все благоприятно по всем показателям. Это же подтверждается и на ультразвуковых скринингах, то есть в определенные сроки беременности. И важно эти сроки не пропустить. Пациент приезжает на подобные исследования к нам. Есть у вас особо рьяные пациентки, скажем так, которые сами приходят и просят, а можно вот мне назначить еще вот это, можно вот это? И надо ли это делать? Сейчас увеличилась тенденция, все-таки обращение к нам мамочек, так скажем, чуть более старшего возраста. Мы, может быть, берем пример с Запада, с Европы. Это мамочки после 35 и даже 40 лет. Да, у них возрастает несколько риск тех же генетических аномалий. Для них мы можем предложить дополнительные генетические исследования, направив их в это русло. Обращаются мамочки с хроническими заболеваниями сердца, сахарный диабет. Для них, может быть, это тоже еще более актуально. То есть они из себя снимают какой-то груз ответственности. Обращаются женщины в маленьких сроках беременности, которые, например, перенесли грипп или герпетическую инфекцию. Или у них, не дай бог, в анализах выявились какие-либо инфекции, например, токсоплазмоз или цитомигаловирус. Для них генетическое исследование – это такое некое подспорье, база их спокойствия, душевного равновесия, наверное, все-таки. Ну, с беременными, наверное, так. Если ей будет так спокойнее, то и хорошо, пусть сдает анализы. Да, но это уверенность определенная в здоровье. Конечно, конечно. Ну, вот мы заговорили с Леной о том, что, встав на учет, она сдала массу анализов. Но на самом деле во многих странах, и как выяснилось, говоря, как выяснилось, у нас в Самаре тоже, в частности, в компании ДК, советуют до того еще, как случилась беременность, на этапе, когда семья только планирует завести ребенка, пройти обследование у генетика и определить так называемый кариотип для того, чтобы понять, а будет ли здоров ребенок, который в конечном итоге должен появиться на свет. Алексей Михайлович, ну, это не очень распространенное обследование, но вот вы его делаете. Да, мы делаем, на самом деле, такие обследования достаточно уже давно. То есть, ну, больше пяти лет точно, с 2008 года, это больше семи лет получается уже. То есть, здесь не только кариотип. На самом деле, для того, чтобы получить действительно здорового ребенка, необходимо озаботиться прежде всего о своем здоровье и выяснить, насколько ты здоров, да, несешь ли ты в себе какие-то, может быть, предисположенности к каким-то заболеваниям. Поэтому, да, делаем кариотип. Ну, исследования хромосомы есть такие, в каждой клеточке специальные такие, ну, как бы, органелы, содержащие гены. Ну, кроме этого, еще достаточно распространено, к сожалению, среди вот нашего населения носительство так называемых рецессивных мутаций. То есть, это ситуация очень неприятная для семьи бывает, когда вроде бы внешне абсолютно здоровые два человека создают семью, и в родословно у них нет таких заболеваний, но рождается больный ребенок. Оказывается, у них просто есть носительство в генах определенных мутаций. Каждый из нас является носителем там нескольких десятков мутаций, но вот частые такие вот, каждый десятый человек несет себе одну вот из этих пяти мутаций, которые мы делаем. Да, вот можно вспомнить, с чего все это началось. Мы начали это обследование с того, что протестировали для начала доноров ацитов и доноров спремтозоидов, поскольку вот лечение ВРТ, оно иногда приводит к тому, что приходится прибегать к услугам доноров этих половых клеток. И оказалось, что 10% кандидатов в доноры, которые прошли полностью все обследование, они являются носителями вот этих мутаций. И мы, естественно, от них отказались, то есть это не предполагает, что это обязательное какое-то было обследование, да, то есть это была абсолютно наша инициатива, то есть мы таким образом вот, ну, повышенную ответственность такую для себя выбрали. И даже могу сказать, что сейчас у нас есть кандидаты в доноры, приезжающие из других городов, которые там уже были донорами, мы обследуем, они тоже являются носителями. А когда встречаются два таких вот носителя таких мутаций, то 25% вероятность рождения больного ребенка. И вот мы таким образом, когда создали вот эту систему предварительно на этапе подготовки кинетического скринга, мы назвали даже, чтобы, ну, запомнилось легче, здоровое наследство. То есть нужно быть уверен, что ты наследство оставляешь свое как бы здоровым. И всегда вот я пациентам вспоминаю такая, есть народная мудрость, ну, народ у нас как бы изначально мудрый, да, и есть такая мудрость, что от дурного семени не жди доброго племени. Вот поэтому, да. Конечно, подготовка к беременности очень важна. Да, и сейчас есть у акушерогинекологов специальные программы подготовки витамины специальные, фолиевую кислоту назначают многие беременные, принимают это все. Да, но нужно подходить к этому, опять же, с точки зрения правильного подхода, с точки зрения определения генов. Да, вот, например, еще один такой момент. Фолиевая кислота назначают всем поголовно. Повально просто. Повально просто, да. И это правильно, потому что в свое время ВОЗ подтвердил, что прием фолиевой кислоты в определенных дозировках снижает резко заболеваемость, одним из серьезных заболеваний, там, ну, дефект нервной трубки плода. Вот, но оказывается, у достаточно большого количества людей дефект фермента, который усваивает эту фолиевую кислоту. И мы что делаем? Мы назначаем пациентам повышенную дозу этой фолиевой кислоты, а получаем в итоге, наоборот, хуже. То есть истощение фермента от этого, и пациент вообще получает дефицит. Да, то есть таким пациентам нужно другой вариант препарата назначать. То есть прежде чем вот это не проведешь исследование, правильно не подготовишься к беременности. Ну, а скажите, пожалуйста, вообще, какова статистика, как много рождается детей с какими-то наследственными заболеваниями, и как много прерываний беременности именно по генетическим причинам? Радует, что сейчас стало меньше. Потому что вот мы в 2012 году включились в национальную программу скрининга. Да, сейчас государство гарантирует всем женщинам то, что первый скрининг, первый триместр они проходят бесплатно, это УЗИ. Причем хороший аппарат у нас сейчас стоит УЗИ, 3D, 4D вот у нас стоит в нашей компании. Так, где можно вживую, практически как на видеокамеру, увидеть, как ребенок себя внутриутробно ведет. И снизилось. Но, тем не менее, вот за 13-й год, например, было около 70-75 детей, рожденных с пороками, из них вот 35 синдром Дауна, то есть 67% это все-таки много. И надо сказать, что, наверное, основная масса это дети, которые прошли мимо скрининга беременные женщины. Потому что вот охват у нас хоть и хороший, в среднем по России порядка 60% беременных проходят через скрининг. У нас больше, у нас процентов где-то 75. Но вот все равно 15-25% проходит практически на свой страх и риск. То есть это не только те пациенты, которые стоят на учете у вас, это и... Совершенно верно, да, да. То есть есть проблемы, конечно. Есть проблемы с пациентами из области. То есть очень часто мы видим такие случаи выявляемости, например, у беременных, которые поздно обращаются. Так что здесь вот, Вася Александровна, может не подтвердить, что чем раньше обратиться беременна, тем мы раньше выявим, и тем, в общем-то, можем профилактику какую-то предварительно провести. Но по поводу хромосомных заболеваний, к сожалению, нет. То есть сегодня пока только наука разрабатывает вопросы коррекции синдрома Дауна и всех остальных. Ну а хотя бы какие-то врожденные патологии развиться, уже можно на ранних этапах провести коррекцию. Можно вот добавить, огромное сейчас количество женщин обращается к нам с привычным невынашиванием беременности. То есть сталкиваются женщины с проблемами потери беременности. То есть здесь генетические причины, они, ну, занимают одну из важнейших ключевых причин этого состояния. Вот у нас в клинике был разработан даже целый стандарт обследования таких пациентов, одним из которых, из обязательных, это является все-таки кариотипирование супругов. Мы в обязательном порядке таких женщин обследуем. Вот, достаточно большое количество женщин обращаются с проблемами бесплодия, когда пара сталкивается с проблемой неполучения беременности, такой вот долгожданной. Вот, может быть, здесь имеет смысл рассказать о генетическом паспорте родителей, то есть сделать на это акцент. Если бы мы знали о предрасположенности того или иного родителя к каким-то серьезным заболеваниям, может быть, каких-то серьезных причин нам удалось бы избежать. Ну, хорошо, а когда вы делаете анализ, ну, скажем, к примеру, по поводу невынашивания беременности, и определяется причина этого, как часто удается ее устранить? Ну, все будет зависеть от причины. Потому что одной, например, из актуальных причин является причиной тромбофилии, нарушения свертывающей системы крови у женщин. То есть одна пациентка может являться носителем ну, нескольких видов мутаций. И мы уже совместно с гематологами разрабатываем принципы корректирующей терапии. Вот, и шансы на выхаживание, на вынашивание такой беременности, они во много процентов увеличиваются. То есть те женщины, которые, может быть, несколько лет назад не имели шанса выносить такую беременность, получают этот шанс сейчас. На самом деле таких пациентов много. То есть вот мы после работы видим, пациенты есть с очень длительным таким неудачным анамнезом, как мы говорим Акшевским, то есть очень несколько попыток было, и беременность не удалось выносить. Естественно, мы сейчас тоже несколько лет проводим такую систему, называется генетический паспорт системы гемостаза при невынашивании. То есть есть определенные гены, которые кодируют свойства крови сворачиваться в нужное время или сохранять свое жидкое состояние. К сожалению, ну, может быть, не к сожалению, но физиологически так устроено, что беременность сама по себе является фактором, повышающим сворачиваемость крови, ну, для того, чтобы не было кровоотечения в родах или все такое. И у некоторых пациентов, у которых есть такие особенности генов, у них происходит нарушение кровотока в плаценте, и, соответственно, происходит прерывание беременности. Да, здесь гематолог... Называется, организм перестраховался. Да, и гематолог здесь совершенно спокойно назначает препараты, и дальше вот масса таких примеров, когда беременную, и у нашего беременности. Ну, то есть главное, что эта проблема решаема, да? А я вот столкнулась с противоположной стороной, наверное, когда сдавала анализ крови на определение тромбоцитов, я так понимаю, что они тоже как раз влияют на систему свертывания крови, у меня их было меньше, чем норма, и была угроза именно кровотечения во время родов. Вот. Для меня это был такой тоже некий страх, потому что определенный риск уже потом, и для малыша в том числе. Но вот мне как раз посоветовали пройти консультацию гематолога, чему я была очень рада после консультации, потому что мне там совершенно доступным человеческим языком объяснили, что вот в моем случае ничего страшного нет, есть определенные показатели по крови, которые нужно контролировать, и на основании этого жить счастливо. Ну, это правильно, да. Еще физиологическое состояние. Вот получает от матери, что с кровью он получает все, соответственно, кровь должна доступна в количестве. Вот все, о чем мы сейчас говорим, звучит так немножко фантастично, потому что на самом деле удается заглянуть там, ну, в незаглядываемое, скажем так. Давайте мы сейчас посмотрим, как это делается, сходим на экскурсию вашего рода. Лаборатория ПЦР медицинской компании ДК «Святая святых». Здесь задействована самая современная тяжелая артиллерия исследований. И все это для того, чтобы беременность протекала успешно и в результате родился здоровый ребенок. В лаборатории работают врачи-лаборанты и генетики. Первых интересуют в основном заболевания, которые передаются через кровь и половым путем – гепатиты, кишечные инфекции и так далее. Заранее выявить их судьбоносно, ведь при наличии некоторых беременность приходится прервать. Выделить такой вирус довольно сложно. Он содержится в минимальных дозах, невидимых даже в микроскоп. Для того, чтобы их обнаружить, мы увеличиваем их количество. То есть увеличивается участок ДНК, который присущ определенной бактерии. И мы фиксируем этот участок ДНК. То есть, например, человек инфицирован хламидией трахоматис. Мы берем в него соскоп эпителиальных клеток из урогенитального тракта. Помещаем выделенную нуклеиновую кислоту в специальную реакционную смесь. И участок, который свойственен только хламидии трахоматис, мы увеличиваем в сотни тысяч раз, в миллион раз, для того, чтобы его можно было выявить. Каждый из нас является носителем уникального набора генов, которые в будущем определяют наши особенности. Наследственные характеристики составляют набор из 46 хромосом. Ребенок получает половину хромосом от матери, а половину от отца. Если какая-нибудь из них повреждается, это отображается на общем состоянии крохи. Так, лишняя 21-я хромосома означает синдром Дауна. Вне процесса деления клетки хромосомы в ее ядре расположены в виде распакованной молекулы ДНК и труднодоступны для осмотра в световом микроскопе. Значит, мы их сеем на специальные среды, заставляем их расти определенное время, и в процессе этого роста мы получаем на делящихся клетках вот эти хромосомы. Мы их исследуем, мы смотрим, обнаружим массу хромосомных заболеваний. Наряду с новыми методами детекции используют уже проверенные временем. Например, с помощью горизонтального электрофореза выясняют возможность передачи по наследству синдрома Жильбера. Это генетическое заболевание, при котором нарушается утилизация билирубина, что негативно влияет на печень. Причины невынашивания беременности, установление отсутствия, выявление генных мутаций и онкологической предрасположенности, методы ПЦР помогают не только изменить жизнь качественно, но и в некоторых случаях избежать смертельной опасности. Материалом для исследования могут служить любые выделения организма. Кровь, моча, слюна, мокрота, соскоб эпителиальных клеток. Некоторые ходят к экстрасенсам, он посмотрит, а вот что-то у вас вот здесь тяжеловато, вот здесь, наверное, у вас болит. Выглядите кудесниками, на самом деле, что-то невообразимое. Настолько много вы можете узнать о человеке. Да, я хотел бы, знаете, что еще сказать? Вот искали фантастика, на самом деле, это, наверное, уже не фантастика в мире, но на сегодняшний день, вот у нас в течение двух лет мы уже проводим один тест, хотелось бы вот о нем вам рассказать. Естественно, фантастика, когда для диагностики состояния плода совершенно не нужно проникать внутрь оболочек плода, да, внутриутробно проводить исследование. То есть берется несколько буквально капель крови матери, оттуда выделяется растворенная ДНК плода, и по ней делается анализ. То есть в течение практически двух лет проводим такие тесты, и замечательные результаты. То есть не было у нас еще вот ни одного как бы случая, да, чтобы он не подтвердился. Это абсолютно безопасно, необходимости нет никакой ни госпитализации, да, никакой опасности, никакого страха нет для женщины. Вот, и этот тест сегодняшний, вот я считаю, самый уникальный тест. Вот, и практически в будущее, наверное, я так думаю, все-таки не за биохимическими скринингами тестами. Да, они, конечно, хороши, они охватывают население, но по точности они абсолютно точно вступают вот этим новым методикам. Поэтому рекомендую. Вот Лена сейчас сидит инстинктивно, прикрывает малыша, оберегает его. Мы говорили о том, что вот беребенность случилась, вот женщину обследовали. Но тем не менее, вот эти девять условных месяцев, которые плод находится в организме матери, он ведь тоже может подвергаться различным опасностям и так далее. И обследование женщины – это не один раз прийти к гинекологу, послушать трубочкой сердцебиения и сдать анализ мочи. Как все-таки на сегодняшний день наблюдается, обследуется именно состояние плода во время всего течения беременности? То есть согласно… С вашими фантастическими методами. Ну, про фантастический метод Алексей Михайлович уже озвучил, да, про неинвазивный фенатальный тест. Мы его можем с девяти недель беременности рекомендовать женщинам. Он рекомендуется, он не является обязательным, правильно? Он не является обязательным. Мы его можем рекомендовать даже просто волнующимся мамочкам, которые начитались, опять же, какой-то страшной литературы или, не дай бог, у кого-то в роду родственников или знакомых в семье были тяжелые детки. То есть они прибегают, они, ну, готовы выполнить любое обследование, лишь бы знать, что с ребеночком все в порядке. Вот. Он не является обязательным, да, он не входит в стандарт основных обязательных исследований, которые мы назначаем согласно срокам. Вот. Наши женщины, стоящие у нас на учете, приходят к нам каждые две недели. После 30 недель, когда риски несколько возрастают, мы встречаемся с ними раз в семь дней. Вот. Конечно, они проходят, у нас все необходимые исследования, они проходят все скрининговые УЗИ на наших 3D волшебных аппаратах. Вот. Они приходят с родственниками, они приходят с мужьями. Посмотреть малыша. На нескольких экранах смотреть. Получают, кстати, на память первую фотографию. Диск с записью, который потом пересматривается еще несколько раз. Неимоверно позитивные впечатления, вот эмоции испытывает женщина беременная, которая заходит с этой рамкой, с этой фотографией к тебе на прием, там, перефотографирует, срочно рассылает всем родственникам, друзьям и знакомым. Вот. Это настолько вот близко, тепло и радостно для всех, для нас. Мне кажется, это очень важно обеспечить беременной женщине такой вот комфорт, такие условия, эмоции. И спокойствие главное. И самое главное, спокойствие, убедить, что с малышом все в порядке. Главное, чтобы не было никаких сюрпризов, чтобы все было запланировано. Конечно. Запланированная подготовка к беременности, беременность протекала, роды, это все должно быть запланировано. Ну, хорошо. Все замечательно у нас, ребенок родился. Родится скоро. Да. И насколько я понимаю, наверное, лучше всего было бы сразу же пройти с ним генетическое обследование и сделать его генетический паспорт и уже понимать, что его ждет в будущем, да. Но сейчас все-таки хотела бы немножечко в сторону от этого отойти. Когда ребенок рождается, мама уделяет все внимание ему. Ей абсолютно некогда, как правило, заниматься собой и своим здоровьем. А вот здесь тоже могут крыться различного рода опасности. Вот о здоровье женщины, уже родившей ребенка, наверное, тоже стоило бы побеспокоиться. Конечно. Как бы вы порекомендовали? Ну, не только родившей, вообще, в принципе, любая женщина, да. Вот опять же, те гены системы гемостаза, которые мы рассматриваем, их порядка 12. Из них два есть, мы их образом так генетически называем криминальный дуэт или смертельный дуэт. Именно эти гены отвечают за очень редкую, к счастью, но тяжелую ситуацию, когда назначение любых гормональных препаратов может вызвать серьезное осложнение. Инфаркт, инсульт, тромбоэмболии, легочных артерий. Вот, и даже существует у нас специальный такой профиль, который называется генетически безопасная гормональная контрацепция. То есть стоимость этого исследования меньше, чем стоимость одной упаковки просто зачаточных таблеток. Ну, большинство, как бы, женщин пользуются, да, и в постминопаузальном периоде женщины на гормональных препаратах прекрасно выглядят и себя, как бы, чувствуют прекрасно. Ну, вот один вот этот тест, единственный раз в жизни. Вообще, чем удобство генетики? Достаточно один раз в жизни сделать исследование. И сегодня настолько широко шагнула диагностика генетическая, что мы на этапе эмбриона проводим диагностику. То есть у нас есть достаточно большое количество уже пациентов с предисположенностями с какими-то, да, где перед процессом программы ЭКО, перед тем, как перенести эмбрион в матку, мы проводим диагностику. То есть проводим, нет ли там синдромов вот этих, которые перечислили, да, у нас там и остальных, нет ли каких-то генетических заболеваний. И, то есть, практически на самых-самых первых моментах жизни, когда даже еще внутриутробная жизнь не началась, мы можем сделать очень много по этому. Но здесь главное надо понимать, вот, чтобы не было страха перед генетикой, потому что иногда бывает такая ситуация, что выявляют предисположенность, да, и, вот, ну, вы знаете, случай с нежелением и жалей. Хотела, да, задать вам этот вопрос. Да, вот после этого женщина начинает пугаться, вдруг у меня выявят предисположенность, и мне обязательно настой петрак. Нет, мы говорим о предисположенности, то есть повышенный риск, это не значит, что это реализуется обязательно. Да, просто у данного человека необходимо предположить какие-то дополнительные мероприятия, которые позволят ему этого избежать. Да, ну, то есть, вот, если взять двух людей, кто не умеет плавать, ну, один живет на берегу моря, а другой живет в пустыне, у кого больше вероятности утонуть, понятно, да? То есть, что мы делаем, образно говоря, ищем гены, которые не умеют плавать, и дальше смотрим, попадут ли они в эту ситуацию, чтобы человек не утонул и не развилось заболевание. Это называется предиктивная медицина. Вот, и, опять же, возвращаясь к вопросу вот о онкозаболеваниях, да, наследственность есть, да, и, ну, не нужно бросаться в такую крайность, что при выявлении наследственности сразу удаляются органы. Это радикальный метод. Да. На него не все готовы. Здесь надо подходить дифференцированно, конечно, смотреть, насколько высока вероятность. Есть гены, которые, ну, практически на 100% говорят, что человек заболеет. Да, тогда нужно заранее, конечно, до того, когда возникли какие-то проявления, за несколько десятков лет до этого можно провести и лечение, и, соответственно, все. А в данном случае просто изменяется подход. Да, вот, скажем, вот, опять же, к вопросу фолиевая кислота, генетика, гемостаза. Мы просто знаем об этом, что у этой пациентки какие-то есть особенности течения, да, и заранее проводим диагностику. То есть, вот это основная задача. И детям действительно у нас есть такой опыт, проводят генетические по спортивной генетике, например. Да, достижения в области спорта. Они же связаны тоже с генами. Ну, совсем волшебные вещи уже. Елен, находясь в руках таких специалистов, как с вашими страхами? Стало немного спокойнее или нет? Даже не немного, а много спокойнее стало, потому что, когда тебе объясняют на твоем языке, что все будет хорошо, потому что не просто абстрактное «все будет хорошо, иди», а как там на самом деле, непонятно, а объясняют, почему это, объясняют, что можно сделать, чтобы было лучше. Поэтому, конечно, здесь чувствуешь себя спокойно, уверенно, комфортно. Ну, и те эмоции, которые получаешь по приходу в клинику, а уж тем более от УЗИ, когда видишь своего маленького чудесного человечка, и он уже оказывается похож на тебя. Вот так даже? Ну, я решила, что да. А когда он сдаст генетический паспорт, его можно отдать в балетную школу? Ну, это уж там как пойдет. На самом деле, да, очень спокойно, комфортно, и хочется в эти 9 месяцев получать только позитивные эмоции, наслаждаться этими 9 месяцами, а не жить в ожидании чего-то неизвестного, не жить страхами. Хочется просто жить, любить. Когда ожидается появление малыша? Летом. Летом. Елена, ну, я думаю, мы прямо вот вместе со всеми нашими зрителями сейчас пожелаем счастья. Спасибо огромное. Всем, да. Спасибо большое за беседу. И так, медико-генетическое консультирование не является обязательным обследованием, но в то же время это очень желательный шаг к рождению здорового ребенка. На самом деле, генетический анализ при планировании беременности может помочь избежать многих проблем, связанных с неполноценностью будущего малыша. Помните об этом. Будьте здоровы. В истории огромную роль играют факты, особенно если это история болезни. ИДК. Более тысячи видов анализов и УЗИ. ИДК. Максимально достоверная диагностика. ИДК. 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 ИДК.